как там было 3 мая когда танк шел но я тогда у меня такое зло что я еще наблюдательным был кроме бойца пошли батаре танки у нас был пулеметчик он почесал чуть-чуть батаре ну так чтобы чисто для для поднятия духа скажем напоминаем этот станки битры шли с краснолиманского направления на семеновку это тот день когда погибли наши товарищи в один день 7 человек было двухсотых из ну скажем так только он почесал открывается люки вся эта пехота выпрыгивает и убегает короче с моста то есть им просто повезло что они были последними и они смогли как бы уйти то есть битры они так и стояли мы даже мы хотели их пожечь на мухи были но нам даже сказали что не нужно и женщин можем отжать как говорится поэтому они ушли так бы там мы все эти батареи по оставались уже не все пустые были то есть то есть это пехота нам даже не пыталась идти в наступление и сразу сбросились сверкая пятками на утек да да то есть там какой смысл не все конечно те что впереди были они им деваться уже как бы не не было куда а те что сзади они сразу убежали там у них просто двойной штурм получился они же убежали и потом опять же их по ходу дела вернули и они опять что-то попытались но попытались как-то вяло ну тем более вот что не говори это уникальный бой был в каком смысле что пулеметами автоматами и подстволами вот с нашей позиции работал пулемет с подствольником мы поработали по пехоте и свд-шка вот на или наш командир он сейчас ранен вот единственная с нашей позиции кто отсекал пехоту этого хватило чтобы оставить всю эту бронетанку и ну и с вашего сбор поста там чуть почесали их тоже ничего себе чуть-чуть с нашим блог поста пт-р и хилла даже били там много чего было но у вас все проблема была в том что вы в лоб или вы чисто вас танк закрывал то есть основной это там подошел вообще на 25 метров к а у нас нам повезло в том смысле что мы как раз мы с фланга были и у нас вся вот эта парадная колонна была открыта короче и мы ну то есть работали от последнего до первого момента вот этого всего хватило чтобы остановить бронетанковую колонну пт-р и против танковые ружья против танка пару мух ну которыми заклинили как раз первый танк его все таки подбили там нехило потому что когда он уходил я опять же повторюсь наблюдателем был я у него башня не работала то есть он как встал все короче и кряхтел ненаверно и дым с него валил как с красинки ну и наши утесовцы с этой позиции вот из разбитого дома тоже хорошо влупили назад по топливному баку полупили там да все все нормально то есть там как минимум контузии у экипажа точно есть я думаю они раз они подошли три танка с этим французские коробочки постояли за мостом и отошли назад притом ждем сидеть терпение потому что все очень злые за эти обстрелы то есть ладно мы как чем мы ну сравнивать землей всю деревню кассетными бомбами запрещенными с конвенцией оон если честно я вообще как мы уже шутим мы на себя говорим бессмертные в том смысле что по нам уже со всего работали вот все что украинской армии есть скажу так вот по мне лично со всего стреляли кроме светолета по мне еще не стреляли уникально то есть я даже не знаю как это то есть это только может говорить только об одном что бог с нами а раз бог с нами мы победим а где-то рядом и баллов так минометный обстрел продолжается подождем еще здесь пристрелялись да уже по метелицы так постройки наши целы целы ждем ложись полетела так боевые будни славянска на залп сейчас прилетит лить и жизнь еще сейчас два будет еще один ну вот ребята нормальный 43 год 2014 году здесь бурой вам уже останешься с удовольствием ну что все вроде нет а здесь летит только от тебя два пулемета от прапора ну в общем эта хрень будет продолжаться еще долго переходим на фотосессию очередной обстрел в который раз горит бедолажный ботатнический домик я жил у у у у у у Субтитры сделал DimaTorzok